Всем большой привет! С вами я, фанат Климин Хо. В честь того, что у нас на канале 500 подписчиков и 300 человек в группе, я решила сделать новую рубрику, которая будет называться «Любимые дорамы за какое-то время, за месяц, за два месяца, сколько я успею посмотреть». И буду делиться с вами своими мнениями, впечатлениями о этой дораме. Сегодня я расскажу о четырех дорамах, которые посмотрела за январь-февраль два месяца. Это четыре дорамы я успела за два месяца посмотреть, ну что, давайте начнем. Все дорамы новые, я вот сейчас смотрю только новые дорамы, которые выходят, или конец 2014 года и начало 2015. Ну что, первая дорама называется «Русалочка». В главных ролях Джо Боа, Он Чун Лон и Сон Чу Рим. А что я хочу сказать насчет этой дорамы? Мне она, в принципе, понравилась. Ее не было скучно смотреть, было интересно, что станется с русалочкой. Останется ли она человеком? Жалко, что всего там было 10 серий. Сейчас я вам зачитаю сюжет и покажу трейлер. Принцесса-русалочка подводного мира Ханни влюбляется в человека и отправляется в мир людей за своей любовью, превратившись в человека. Но, оказывается, мир людей не так прекрасен, как ей казалось. В мире людей человек не считает человеком, если он безработный. А для начала эту работу надо найти, что совсем нелегко. Прагматичный парень Ху Юн Мён пытается найти хорошую оплачиваемую работу, чтобы иметь возможность жить поудобной для себя жизнью. Но он будет отличен Ханни, у которой есть только 100 дней, чтобы заставить парня влюбиться в нее. Только так она сможет остаться человеком. В саундтреке мне там понравилась одна музыка. Правда, я не могу ее вставить из авторских прав, как обычно. А потом мне герои очень, актеры понравились. И, в общем, моя оценка 7 из 10. Вторая дорама и очень веселая называется «Современный фермер». С моим любимым Лиханки, как же без него. В этой дораме 20 серий. 20 серий наслаждения и смеха. Конечно, там же есть грустные моменты и веселые. Но веселых больше, и это хорошо. С каждой серией новые проблемы у этих главных героев. Лиханки, кто не знает, это кто смотрел «Ангел, ты прекрасен», он там Джереми играл. Потом снимался Лиханни. Пак Мин У, этого я актера знаю. Он снимался «Красачки злопшичной», «Квак Дойон» и «Ли Син Ол». Комедийная дорама сюжетом, которая фокусируется на жизни членов рок-группы «Экса». Вынужденных после неудачных экспериментов с музыкой вернуться и заняться сельским хозяйством. Очень советую эту дораму, кому хочется посмеяться, повеселиться. Ставлю ей оценку 10 из 10, потому что она мне очень понравилась. В следующем году ее буду пересматривать обязательно. Третья дорама под названием «Старшая школа параллель». В этой дораме тоже 20 серий. В главных ролях Ким Сэрон, Нам Ухён, Ли Сон Йоль. Ли Сальби – ангел, который спускается на землю и становится человеком ради защиты Ухёна. Парень, живущий за своей бабушкой, эмоционально холоден. Но, несмотря на это, очень популярный в своей школе из-за своей красивой внешности и вокальных данных. Когда его лучший друг Ван Сон Йоль узнает, что биологическая мать Ухёна становится его мачехой, то лучшие друзья превращаются в соперников. И соперничество еще больше усиливается, когда они оба влюбляются в чистую невинную Ли Сальби. Сериал мне понравился на один раз. Я его пересмотрю, мне кажется, не хватит сил его второй раз пересмотреть. На один раз хватит мне. Да, советую те, кто не смотрел, хотя это вряд ли кто не смотрел, сейчас все дарамщики следят за новыми дарами, чтобы посмотреть новую дарамку. Я тоже уже стала следить за новыми дарамами, чтобы не пропустить ни одну. Я оставлю свою оценку в 8 из 10. И последний сериал под названием «Хиллер» или «Целитель». О боже, это вообще офигенская дарама. Снимается замечательный Джи Чанук, Юджин Тхи и Пагни Йонт. Думаю, что там незнакомое это лицо? А я вспомнила, что она снималась с Ленин Хоу в городском охотнике. Когда мне сильно очень нравится дарама, внутри все аж с ума сходит. Хочется, чтобы не заканчивалась эта вообще дарама. Вот такое чувство у меня будет только на самых лучших дарамах. Какие же были там саундтреки вообще? Офигенские. И я проверила, они все без авторских прав. Теперь я могу вставлять свои видео. Я так счастлива. Особенно вот эта главная песня. Короче, чтобы вас не мучить, вот вот это. Очень красиво. Ки Мун Хо. Топовый репортер в крупной телекомпании. Однажды он узнает правду о случае из прошлого и начинает собирать факты о произошедшем. Намеренно знакомый с людьми, причастными к событию и помогая им. Чуэ Юн Шин, волевая и странная интернет-репортер в Сам Дэм Нейвз. Ее мечта стать легендарным репортером Кокориана Филачи. Исполнить ее ей помогает друг детства, Ки Мун Хо, который чувствует перед ней вину из-за случая в детстве. И исполняет мечты подруги, считая своим искуплением. Размеренная жизнь Юн Шин переворачивается с ног на голову, когда на телестудии устраивается новенький Су Чуэн Хо, который есть хилер. Если все внутри за этой дорамы колотилось, значит, это лучшая дорама из всех, которые я посмотрела. Значит, я ей ставлю 100 из 10, потому что эта дорама вообще вау. Думаю, все на сегодня хватит. Надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите продолжения, чтобы я выпускала такую рубрику, жми лайк, любую прямую вашу критику. Спасибо за просмотр. Пока.